Так-то не хочется, как бы, еще раз, вот этот виск-коток, да, против этого шарика не хочется больше играть, слишком он много неприятностей доставил в прошлой игре, сам понимаешь, это, конечно, стоит забанить. Вот эти пять фрагов, собственно, и были. Ну, вообще, я думаю, что все-таки Ньюби поразмыслили насчет того, что вот тут Артур, или не Артур, это, по-моему, Сашка, да, вспоминал, что виск и брестолбек еще был у фнатиков, и виск брестолбек, ну, типа, вот, что-то тускар, там, виндрейнджер, виск брестолбек, ну, так достаточно было бы плотненько, плотненько. И взяли просто дисрафтеры. Да, а что нет? Мой, кстати, любимый персонаж, кстати. У меня даже у него сет есть. А Гайдик есть на Дисрафтер? Конечно, есть. Есть, Гайдик, да, да. А где его приобретят, смотрел? И Гайдик, и сет. А полная контрана на Дисрафтер? А нет смысла контрить Дисрафтер. Он несбалансированный. Он сам себя контрит, обычно. Ну, просто прикольный герой. Но зачем он здесь, взят, не очень пока понятно, но, может быть, чтобы просто гонять Дарксиро на линии Дисрафтера, он неплох в этом. Ну, и кого же заберут себе Ньюби. В конце концов, Муша сам себя режиссер. Скал я, и все, не играл на этом мейджере на Дисрафтера. Кстати, Дисрафтер Соломит, это... Почему мид? Муша на Сапике. Нет, надо Соломит. Это, смотри, это такая рискованная стратегия, но все-таки Иул, Аганим. Рабочая. И ты уничтожаешь одного все время, ищешь и уничтожаешь. А я с Лотаром бегал. Нет никого Лотара в Доте уже 4 года. Shadow Blade. Тебя вот сейчас взяли и... А я с Лотаром бегал. Первый и последний Интернешнл. А ты с Лотаром бегал, да? И посадили. Ну, первый и последний мейдж Интернешнл был... Магийна у меня. Ничего. Жив пока. Так на прошлом Интернешнл ли ты не анализировал? Нет. На пятом я говорил Магийна. А, ты? Я покажу их. Понял. Ну, на всякий случай ты поосторожнее со своим языком, потому что твой язык... Ты думал, тогда я сюда не попаду на следующий мейджер. Ты с Магиной, слушай. Если я буду поосторожнее. Ну, да, конечно. Если, говорю, не будет работать языком, как всегда, то никто... Да все поняли, Ярик. Или это разжевываешь, да, для наших маленьких зрителей? Ну, да. Ну, то есть, естественно, у нас работа, аналитика... Объяснять, объяснять, чтобы он подробно. Ярослав пытался объяснить пошлую шутку. Эншн, ладно, ребят, лучше ты его пытался сделать. Нет, пошлая, но это... Нет, ты ее еще более опошлил. Хорош, хорош. Эншн Топарейшн у нас. А Иван, он урезонил нас, чтобы мы отвлеклись. Эншн Топарейшн, смотри. Тускар хилит, ВРК хилит, Дисраптор хилит. Все очевидно. Фил забанен. Не, ну, погоди, быструю мяку законтрели, которой не было бы все равно. Ну, вот и все. Эээ, законтрели урну также. Ну, вообще-то, я думаю, что Ньюбит не пальцем деланы, и они видят, что здесь попахивают, ну, всякими раскладами, и хотят они защититься. Может быть, даблу свою защитить, или даже треплу от какого-то посягательства, вмешательства. А то вдруг придут сейчас какие-нибудь, знаешь, Тускар, Винд, Рейнджер, Дисраптор к тебе, и что ты будешь делать? А у тебя уже аппарейшн, и вот ты победил. Останется только алхимиками, браз. Ну, это возможно. Кстати, ФНАК и Алхимик замечательно заезжают. Аганим всем можно купить, даже Тускару. Кстати говоря, в игре против... Неплохие Аганим герои. Не, особенно игроков. В игре Вичи против Веги, Айз Ас Айз на Туске купил Аганим. А чем плохо? По всей карте стреляешь кулдаунами. Не, ну, нормально. Что ты говоришь, Николай? А ты чем занимался Ас Ас Айз? Убил Тускару, аганим, и отфутболивал людей. А кого отфутболивал? Вайпер подрубал БКБ, шоу в драку, он его на, говорит, иди отсюда, и все. Собственно, ну, так. Я думаю, Ас Ас Айз решил просто прикольнуться немножко. А он, кстати, не первый раз собирает, он когда играл много раз, да, собирал. Ну, значит, он что-то понял. Ну, на нашей игре он держит. Когда же демаджу не наносилы. Да. А теперь еще и демажит. Он собирал. Ну, когда только он появился вообще, он начал собирать его. Тогда же вообще был оффлайн Тускар популярен. Вот. И он делал, закидывал на хайграунды там, ну, в демона играл. Ну, понятно. Я как-то раз, единственный раз в жизни, по-моему, видел, чтобы Элдер Тайтан купил Аганим. Он же вообще разваливает. И тот тоже был... А еще и Сайз, как ни странно. И как дизармил. Так мы Элдер Тизармил и победил, между прочим. Потому что один раз Волкас дизармил в БКБ, в лейте на 7 секунд, и все. И победил. ДК для Ньюби, Бейн для Фнафис. У Ньюби опять пик выглядит хорошо. А у Фнатик лучше, чем прошлый, но хуже, чем сейчас у Ньюби. Но он невероятно у Ньюби стандартный и деполтный, и стабильный. Так все-таки есть и Станн есть, и Лейт есть, и еще и Лейт помощник есть, и аппарат есть. У Фнатик вроде 4 героя под хардкэрри, но вот если они возьмут или Антимага, или Сварка, это все не то здесь. Ну вот Нага Сирена. Ну потому что 4 плюс 1 против Герокоптера и ДК не работает. ДК это отличный помощник. Опять-таки там и Герокоптер, и Драгонайт убивает, иллюзию неплохо. Ну забанили Антимага, собственно. Ну и Сирен, наверное, и возьмут. Но нужен другой герорк, сомнителен. Ну Лансер. Ну Лансер еще более сомнителен. Тут очень много АОЕ. Ну или Сварка, или Нага. Сварком тут очень тяжело. Оперейшн, Герокоптер, щиты. Какие герои в Доксе-то вообще идут? Александр Юрьевич, ваш совет Блэку. Герегерой. О, Блэку советую. Себе дороже. Да, тут тяжело, но Нага неплохо. Медуза против... Медуза! Ребятки, Медуза! Ну хотя, ну там такая... Ну тут нужен на 1, именно супер мощный. Ну, кстати, Медуза выглядит лучше, чем все остальные предложения. Натик играли с Медузой неоднократно. Если у тебя Блэк в команде, ты обязан. Когда бы попробовать. Может сработать. У тебя нет выхода, да? Ну да, то есть... Ну, кстати, Медуза действительно не самый плохой, наверное, вариант здесь будет. Если выйти в лейтуху, то там есть чем драться. Но, собственно, Медуза нормально дерется. И саппорты подходящие для лейт. Нага получше, по-моему. Террор Блэйт, он же не в цеме, правильно, сейчас находится? А, еще не хватало. Сейчас бы нового Террор Блэйда в целом врублались, да? Через 500 ранжей Асвак. У него там несколько приколов новых, Егор. У него и замедло теперь другое. Интересное. И иллюзии хорошие. Ну, точнее, метаморф. О! Блэк один инвокер в мид. Все. Не-не, он лёгко пойдет. Он кэрри пойдет. Через мидрасик экзортовый. Ну да, экзортовый будет там кнопки. Две? С скриптами. Вообще, он за скриптухами моими. Посмотрел, да. Вообще, так говоря, он обычно сошел на лёгкую. Брал Векс Куаз, быстрый Арчи. Это вот так им занимался. Ну, тут этим как-то совсем не очень внимательно. Я видел Блэк на Ешном много раз. Я вот больше видел на Ешном его. Я видел и на QV, и на Е, но больше на Ешном. Ну, тут Ешни, конечно, поинтереснее смотреть, потому что есть и Бэйн, и Туск, и Виндрейнджер. То есть очень много всего. Просто если это будет QV, то кто вообще дамажить-то будет? Вообще, некому. Вот в чем вопрос. Да в их пике вообще не очень понятно. Все равно, что они будут делать. Ну, тут Рубисим. А, Рубисим Собанин. Вот вы молодцы какие. Ну, тогда кто? Шедуй Демон? Хороший. У Зангар. У Зангар, если честно, пик похож на набор героев. Просто пять. Нет, почему? Парни инвокер, который будет через экзорд, если он выформит свои вещи, и потом какое-то Алакри типа от Focus Fire на VR-ку. Выглядит интересно весьма. Тот же Герокоптер будет падать супер быстро. И это... Это... Шейкер. Сы... Спорт. Почему он? Вот, чтобы это был Шеду Демон или Мега. Не, ну, подавьте, в этой игре есть камба-вомба и 3500 ммр. Вот это самое. То есть стянули за ультирит. Хорошие парни играют, чтобы 3500 ммр отработал. Ну, может, получится все-таки. Поглядим. Мы все ждем. Вторая, возможно, последняя карта этого противостояния. Ньюби против Фнатик начинается прямо сейчас. Мы передаем слово Виталию и Роману. Спасибо, Иван. Спасибо. Спасибо огромное. Да. Ну, вот, собственно говоря, и мы еще раз. Все правильно. Фнатики, Ньюби. И инвокер от Блэка. Инвокер от Блэка. Нет, вообще он типа неплох. Инвокер от Блэка. Это реально очень качественный инвокер. У вас есть ровно 35 минут, чтобы сходить в магазин, взять себе пивка и подготовиться к матчу Ньюби Виртуз Про. То есть, ну, реально за 30 можете не справиться. 35. Ну, на самом деле, я, честно, не очень понимаю, как вообще собираются играть в Ньюби. То есть, с одной стороны, если они просто толпой повалятся и начнут убивать людей, может быть, из этого что-то получится. Если они этого не сделают, то не получится у них ничего. И они не смогут просто продавить ни Герокоптера, ни Драгоннайта с этим Дарксиром. Конечно, отспамить у Ньюби нечем, если вдруг их пойдут прессовать очень сильно. И в этом, конечно, есть проблема. У нас у Хайо пытается заблочить спаун. Ну, увидел Чизбак, где был поставлен вард. И для него сразу покупает центряки и несет себе... Сразу раздевардит, и сразу будет попроще здесь стояться. Отказался от центряков, продал их. А у кого-то тоже были, походу, да? Не-не. У кого? Несет, несет, несет. Банана. Все нормально. Ну, вот здесь снизу поставят центрик. Мы видим еще Хао четко маякнул, куда поставить центрик. Прям вот. Ну, да. Бананя, бананя. На секунду Банана тоже чемпион мира в Доту 2. Да, собственно, и с них сразу и начнем представление. Хао, как вы уже поняли, играет на Герокоптере. Банана чемпион мира в Доту 2 играет на Эрсшейкере. Му, Драгоннайт, Чизбак, Эншент Паришн. И Тулей играет у нас на Дарксире. Да, ну и против них, собственно, Фнатики. Начинаем с Хардлейна. Здесь Охайо. На. Тускарип Нет на Бэйне будет помогать то ли Охайо, то ли в миде кому-то. В миде будет у нас играть, что происходит. Диджей на Виндрэнджер. Муши, суппорт, дисраптор. Все? Блэк на Инвокере. Все? Я только хотел сказать, может быть, это Соломит Дизраптор, то у нас там НС уже фантазировал. Не, ну судя по его запаку, это суппорт Муши. Все? Вспоминаем Интернешнл 2015, вспоминаем то, как Муши играл на суппортах полгода. Потом выгнал Кесика, который топовый вообще был. Перед решающим матчем, да, да, да. Я эту тему и тогда не понимал, и сейчас не понимаю. Ну, то есть, если авторитет игрока настолько сильно влияет на принятие решений в команде, я считаю, что это изначально немного неправильно. Ну, хочу, поиграю на спорте. Ну, хочу, поиграю на оффлэйде. Ну, захочу, поиграю на мидере. Ну, типа, на Соломит позиции. Ну, кому это нужно вообще? Да, но это немножечко непонятно. В любом случае, ну, посмотрим, как выйдет. Знать-ка, возможно, вот товарищ диджей очень крутой, кто его знает. Муши, скорее всего, хочет показать сейчас своему тиммейту, который с ним стоял в прошлой игре на Shadow Demon, что гонять Dark Seer'а можно и нужно. Ну, и сейчас мы поглядим, получится ли. Там, кажется, Нед играл на Shadow Demon. Да, Нед же играл на Веспе. Вот, все правильно, все правильно. Ну, я не знаю, с дальней стороны. Опять-таки, давайте смотреть. Давайте смотреть, хватит вот это вот критиковать. Еще что-то там, давайте на предачку. Так, ну, пока смотрю, О-Хайо гоняет немножко через бага. Причем, еще пару тысяч дать можно и повоевать чуть ли не сразу, да. Сейчас замерзнет, скорее всего, нет. Вкатывает? Ой, ну, куда же ты вкатился? Ну, друг, брат, борщик. Конечно, он увидел этого гирокоптера и все такое. Не-не-не, слушай, он еще выживет. Слушай, слушай. Слушай, там Туэй пошел на перехват, и его муж и просто... Ну, он может пить ману сейчас с бананом, он начинает ее пить. А, там все равно тапок. Он с тапком далеко очень может побежать, но он может много времени потянуть, сейчас пусть за ним погоняются. Слушай, там 160 хп, Фиссурина у нас 110 сбивает. Да-да-да, они сейчас пусть тут вдвоем, вдвоем. Да-да, пусть гоняются, пусть бегают, он по самому долгому маршруту, вот, Фиссурина уйдет, фишком отсюда. Крипов, 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 крипов. Ладно, одного тут уйдет. Вот, мигают, мигают, типа, блин, у вас там беглец, надо его срочно поймать. Слушай, там Туэй пошел на перехват, и его Муши просто с дабл дэмэджем сбывают. Там Муши с дабл дэмэджем. Он сейчас его гримсонет назад, и это будет смерть для Тулея. Ну, вот тут неплохо, все сыграно, диджей и Муши, Муши на суппорте решили Ланом. Покажу я вам, как... Хватит саскаться, да. Да, там нейтралом отдался, я так понимаю, да, нейтралом отдался Тускар, поэтому на этот трак мы не считаем. Черт прав, парадима. Да, вот интересная стата, 14 карт и только 4 победы на Ланах у Фнатик после The International 5. Ну, это действительно смотрится так себе, эта статистика. Ну, да, потому что где-то у себя в регионе, как мы уже ранее говорили, они играют против таких средненьких команд, а на Ланах обычно средненьких почти нет. Ну, да, даже у себя в регионе, когда приезжают в гости на Нон Янг 8 топовых команд, то Фнатики, собственно, не выходят из группы, занимают последнее место и... Ну, да, да, так и получилось в итоге, и действительно это говорит уже о том, что команда далеко потеряла. Для него это первый Лан, мы, в принципе, знаем, поэтому как бы неизвестно нам, как там будет играть на Лане тот же Тулейд. Да, если мы видели через бага еще раньше, там, Зен Викус Гейминг играл, то Тулей это, в принципе, такой новичок для именно мировой, для... Неправильно говорить уже мейджер турниров, потому что мейджер турниров, это для премиум турниров, скажем так. Может быть, где-то на китайских Ланах мы видели этого товарища, но опять-таки на премиум турнирах где-то по всему миру мы, к сожалению, этого пара неизвестна. Да, на топе, Охайо поймали. Опять этот Шейкер подставу для своей команды устроил, а опять Охайо уходит. Я вижу, у него уже очень отточено мастерство побега со своего флейна, очень классно все он делает. Ну и что у нас там, руна, не иллюзия, а иллюзия достается у нас на эту, разбегается он там со своими иллюзиями по разным направлениям. Тулей продолжает харасить диджей. Ну, диджей пока, кстати, имеет неплохой криптат, 24 на 9, да, 26 на 16 у Хао. Ну, Хао, это Хао, это понятно. Хао, а Ютутэй, как писал официальный твиттер ЕСЭль, после прошлого матча, где там 12.08 отыграл Хао. Хао, понятное дело, знает, как играть, умеет играть и очень четко все делает на этом герое, если бы еще Шекер помогал играть, а не мешал. Ну да, Шекер, он фиссуру дал классную, отрезал, прям, ну, очень четко. Ну, извини, это же чемпион мира по доте 2. Да, но в итоге он просто остается в самом-самом конце этого замеса, естественно, тускар на него разгоняется и все. Ну, подойди ты в упор, он проедется 2 метра, остановится и замерзнет. А так он уехал, считай, из-под колдфита, да, и все, и убегает. Что ты делаешь? Ну что, Блэк, Миди, 26 на 6, у Блэка все очень хорошо, у Му очень тяжелый старт, 11 на 0, но это понятно, на сквозавексовский инвокер. Тут на банан он обрасывается, откидывает он фиссуру, но больше у него ничего нет. Но у этих ребят тоже ничего нет. Маны не хватило немного у Охайо. Рядом Нета можно поколоть, немножечко фиссура до сих пор лежит, но тут Блэк, который тоже поможет. Если что, Нета, Му пытается догнать, ЕМП, Му без маны, и идти нет никуда смысла, а вот Тулей продолжает колоть Нета, но, к сожалению, убить, наверное, его все-таки не сможет здесь. Да, и Нета убегает. Далее, что у нас на центре? Как дела у Блэка? Ну, самое главное, что Му умеет в таких ситуациях играть в доту, и то, что его за Овни, или то, что у него плохой крепстат, либо что-то там не очень хорошо получается, это еще абсолютно ничего не значит. Ну да, Драганай это вообще специфический персонаж, если его правильно используется, с такими пушами Толлеров, он очень быстро компенсирует себя именно для команды своей в первую очередь, так то он сам может продолжать быть куском, с кем-то там барабанами ПТ без дэмэджа и такой средней плотности, но если забрать пару ТВРов, ты поможешь условному Шейкеру, условному Апаришину насобирать себе на Даггера, на Мидос, еще на что-нибудь, там, кстати, Банан первого уровня, он до сих пор бегает с 5 минут, да? Ой, стабл дэмэджа, ну и тут Ахай, он должен его забирать, хотя отстанется Банана, и Нета еще, сосредо, найдет удар Банана. Но Нейтралов, что ты не завернул? Думал, что убережит? Ой, я-я-я-я, как же? Боль, этот бой сейчас просто, на пасад хаосы, минус Ахай, Альнет пытается спрятаться, ну куда же ты спрячешься здесь? Ну Банан просто бегает рядом на рейнже Экспы, в итоге получает почти там уровень 2, но в любом случае первый левел его, он совсем не улыбается, просто открываешь, видишь, что Шейкер первого левела, в то время как уже там шестые лвла, с креста там 0-0, невероятно полезный товарищ. Только зашел в игру походу Шейкер. Нет, реально, седьмая минута, ну вот у китайских команд постоянно это возникает. Да, они Шейкера, они просто бомжи. Да, постоянно, причем, ну мы вот обсуждали уже, что в нашей иерархии героев у нас там, да, есть тяжелонесущий, центровой, да, ну старорусские названия. Так вот этот не совсем бомж, это прям бомж бомжей. Это прям король бомжей. Повелитель бомжей. Повелитель бомжей, да, это как-то, ну как же так можно? Ну это же просто ужасно. Я тоже не совсем понимаю, почему они делают именно так, и зачастую эти Шейкеры, они до конца игры себе ничего не представляют, и они проигрывают эти матчи, потому что герой просто без левела, без хорошего уровня способности, соответственно, без артефактов ничего не может. Он просто ходит, дал там фиссуру, ну и окей. Шейкер выигрывает не потому, что он просто есть в игре, а потому что у него есть хороший артефакт, он хорошо инициирует. Ну, типа того. Здесь он по-прежнему левел один, зато у него есть клевый бронтозавр, который... Мне кажется, это... Погоди, погоди. Не, 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 не. Что, что, что? 24, 24, смайлы жотом, смайлы жотом! Выкусите! Выкусите! 23, хорош! Это победа, я считаю, что это победа. Помним вам, что на данный момент мировой рекорд по худшему ХПМу в истории делят между собой смайл и жотом. Наши два аналитика. Да, которые закончили однажды матч, имея 24 ХПМа и один и второй. Ну, банана идет на рекорд. Банана. 22, слушай, он не успокаивается. Он уже неугомонный. Значит, вот этот голос весь мир не думал, что можно хуже, чем жотом и смайл. Но банана доказал всем, можно и не так плохо сыграть. Этому городу нужен новый герой. Да, хорошо, что нас не слышат, наши аналитики. Они нас слышат, я почти уверен. Не, я думаю, вряд ли. Они, когда смотрят игры, они просто рассаживаются, снимают наушники, они сидятся ближе к монитору, чтобы было лучше видно, и там смотрят, поэтому они вряд ли нас слушат. 21, чувак, 21 ГПМа. ХПМ, ХПМа, давай банан. 28, резко понял. Крип умер, потал. 35, еще один фонит. Как он это делает? 39, да что ж ты будешь? О боже, остановите его кто-то! Неистовствует. Он в два раза поднял свой ХПМ буквально за минуту. Фантастик, это просто невероятная игра чемпиона мира. Вот пусть геокоптер попробует удвоить свой ХПМ за минуту. Да я посмотрю на него. А тут? Банана по Т2 Таурам, да не получать ХПМ-то было бы уже греховно так. На топе. Хао катился в него на товарища Хая, отрезает сам себя. Ну и это минус Хая. Муши пытается убить Хао, кстати, у него это получится. Тут же пришел Блэк, Торнада, цепляет, но не по тайме. Грундал на Аглис, в любом случае Чичинбага убивает. Это минус два. Первое подключение Блэка к командной игре. Да, видим, что Векса скейт и инвокер. Векс вообще конкретно в этой ситуации мне нравится. Если ребята собираются конкретно драться, а не просто точечные фраги делать, то такой билд, естественно, намного более предпочтительный. Плюс все вот эти драгонайты без маны, дарксиры или шейкеры бесполезные, они станут совсем бесполезными. В итоге, если будет дан качественный ЕМП, то опять вас поймали Тулея, его убивающие. И Ньюби дают возможность Фнатикам хорошо начать, и Фнатики ею пользуются. Они ведут больше тысячи голды, в принципе, немножко проигрывают, но, собственно, Фнатики на этот класс начинать непровально. Диджей с дабл-демажем очень опасны сейчас в медиа-вэрочкой вот этой драться, хотя шейкер, му, му за тут, диджей едва живой, продолжает убегать отсюда. Короче, угресс, еще два дикая, да ладно? Ивендран, ивендран, ивендран. 11 тп оставалось. Да, еще и стики юзнул, дерево проесть, но вот дабл-демаж, конечно, свой диджей не заюзал, ну, по его назначению, ну, тянулся для всех, и в итоге остался в живых, что, наверное, самое важное. Шейкер, уже третий, слушай. Такими темпами еще стоит до конца игры будет взять. Я, мы вас, кстати, призываем также включать на параллельном мониторе либо с помощью мультитвич на второй стрим, потому что там весело. Там му поймали в центре и убили. А, по-моему, по-моему, Ньюби немножечко подрасслабили свои руки. Они совсем подрасслабили. Они межи булочек сейчас своих подхватывают. Вот этих бейновских брейнсапов. Так, собственно, начинается провал для Ньюби на этой карте, потому что они уже серьезно позади. Даже если они суммарно сейчас... Да, они уже суммарно позади тоже на заметную весьма сумму. Там вроде бы это и 2000, но это только начало. Ну и по-прежнему это вот этот ибер бесполезный шейкер. С третьего левела. Сейчас все будет хорошо. Сейчас все будет норм. Тори-сори подходит. Перед заддунаю сейчас всех. Вот так, пошел ультовать. Не, ну, Герыч нормально там, кстати, утонул. Слушай, ты смотри, Банана идет дальше. Он просто идет в драку. Ну да, бейна убили. Ну, Банана вот четвертый левел сжал. Действительно, он опасен. Вот такой себе... Випун Игрек, что ли? Да, 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 да. Блин, вспомнил я Випун Игрек. Оружие Игрек. Оружие Игрек. Да, Алоха. Здорово, Алоха. Смотришь ты нас или нет, но все равно здорово. Да, я смотрю, у них вообще проблема с суппортом, потому что у них вообще все бомжи. У них, у Чизмак только-только получил шестой. И то, потому что ему просто отдали линию Шейкер, шестой и вообще непонятно получит, что это играет или нет. А тут и Бэйн, и Дизраптер. Дизраптер вообще левел 8. То есть, непонятно, кто из этих ребят еще суппорт. Ну, на суппортом тут Муши туск, левел 6. Муши Аркантапки, чужая веточка, еще и нетовская Муши будет, я так думаю, выносить хорошие артефакты. То есть, такая чистая четвертая позиция с упором фарма и будет получаться. Но сейчас вот то, что есть в ультимейту, Чизбага, это, конечно, очень важно. Потому что следующие драки для Фнатика уже будут не настолько легкими. Как бы под дайс-бластом драться, ну, вы сами понимаете. Это драться под дайс-бластом. Это, ну, не прикольно. Это вам не под дайс-бластом драться, в конце концов. Это вам не под дайс-бластом драться, что вы их понимаете. 3-4 на 14-й минуте. Счет пока очень, 5-4, извините, счет на 14-й минуте. Очень мало фрагов, ну. Не, ну, перемещений достаточно много. То есть, всю уже терять линию свою потеряли Ньюбе. В итоге, по деньгам. Хотя, по деньгам уже все полторы печатают. То есть, я думал, там будет двушка и только в плюсы. Но Ньюбе немного реабилитировались. Шейкер, видимо, начал фармить. Ну, нет, он не наш. Фармить, по-прежнему, левел 4. У него один крип убитый, один заденайный. И, кстати, он не умирал ни разу. На секундочку. Но это 14-й минута левел 4 шейкер. Что происходит? Мо. Мо. Нет, проблема у Нета. Ну, заходит в ультимейт только Блэк. И Блэк, что это рада ЕМП. У Мо огромные проблемы. Цепляется его в ультимейт бэйн. Ну, скорее всего, умрет. Тут Хао умирает. Это неприятно. Ну, слушай, разменяли суппорт Луши. Там иллюзия Дизраптора просто под щитом колет. Неистово колет. И отличный смок от Хао. Иллюзия-то не видит. Да, иллюзия не может никогда гнать. Вернее, найти. Да, пытается еще тут иллюзией как-то расконтролить Дарк Сирну. Понятное дело, ничего ты не сделаешь здесь. Да, двух хоров забирает. Слушай, 7-5, 15-ая минута. Фнатики начинают. Но, знаешь, я тебе скажу одно. Если бы тут играли не Блэк Смуши, я бы сказал, что все замечательно. Сейчас ребята пойдут и закончат эту игру. Но тут играют Блэк Смуши. Тут играют Блэк Смуши. Если они будут играть, как они обычно играют, они никуда не пойдут. Они никуда не пойдут, пока они не наформят себе несколько слотов. В случае с Муши, это несколько слотов на дизрапторе. Ха, 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 говорит им команда Ньюби. Ну, может быть, что Толей сыграл 51 игру на лаве, часбак 59. Да, Толей, я не помню, если честно, за кого он играл Толь Ньюби. Где-то я его видел. Не вживую. Ну, может быть, какие-то Ферст Депарчер, вот что-то такое. Нет, нет, за китайскую какую-то команду он играл. Просто за какую, вот я не помню, за какую-то играл Толей. Так это же китайская команда. Ну, за китайскую. Ферст Депарчер не китайская команда. Китайская? Нет. Да. Нет. Да, но там были вроде легионеры, но вроде китайская. Ну, может быть, были, нет, это не китайская команда. Это сингапурская Толь Ньюби. Ну, да, 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 у них там что-то такое намиксовано. Ну, там да, там был вечная солянка. Виндрейнджер, диджей, агоним. Шестнадцатая минута. Ну, в принципе, нормальный тайминговый агоним. Ну, неужели, неужели Фнатики сейчас нашли рецепт успеха? Садишь муши на саппорта. И проигрываешь, потому что он фармит с саппортом? Не, ну, давай не делать выводов. Вдруг сейчас все начнется. Выводы будут делать, я думаю, Ньюби. Скоро совсем. Или команда Фнатик, если она вдруг проиграет на этой карте. Потому что сейчас они очень сильно ведут. Тут, во-первых, они на варде прям видят сейчас почти всю команду Ньюби. То есть действуют совершенно обдуманно. Куча инфы. И ничего им не угрожает. Они должны это прекрасно понимать. Ну, тут про тыла, ага, немножко наглеет, конечно. А, это уже приспойки. Вот, теперь спасибо. Все. Пример, помню, где мы его видели. На квалификациях на 5-й Интернешнл. И так далее. Так, ой, Бейн себе телепорт отменил. Милаха. Ну, он, видимо, понял, что там ничего им не встретят. А там у нас керри дизраптор. Ну, кстати, ты знаешь, он отсюда может уйти? Нет, будет. Лакуум, нет стан, сейчас отмолдает. Минус мушек. Опять-таки, цитут. Пытался задехать в Селеново. Много времени потратили, как бы, 4 человека. На него потратили с полы. В миде забирает Т2. Это нормальный такой спейс-криэйтинг. Он залетает. Аппарат неточный абсолютно. Совсем, да, куда-то в другую сторону кидает улицу Апаришен. Но, может, он рассчитывал на то, что начнется замес. И, типа, люди ринутся под вышку. Но, в итоге, вышку успели снести чуть раньше. И просто убежали. Да, ну, что же, здесь Му. 1, 2, 0. У него стата у Му. Пока 55 на 2. Девятый левел. У Му, конечно, очень тяжелый старт игры. Мы видим, по NetWars у него все хуже, даже, чем у Драксира. Но мы вынуждены где-то левел поднимать. Вынуждены где-то зарабатывать какие-то денежки. Пытаться их где-то искать. Не, ну, вот у Ньюми как раз ситуация неплохая. Просто потому, что, во-первых, у них Му сейчас умирает. Да, Му умирает. Это кипенек. Хотя, он еще жив. Он еще жив. Ну, пики, по-прежнему, живой. Пытается отсюда убежать. Расстреливает УВР, как все-таки Саганимов стрелял. Санат, Муж, и мы изгоняем. Ча-дам, пацаны, Хаслэм. Сорян, у меня на 18-й минуте левела 6 еще и нет. Но Муж, кстати, может умереть от Хау. Муж и может умереть от Хау. Да, ты смотри, Банана, что делает. Банана, какие суперполезные фиссуры. У него 0-0-6, стата. Да, Банана самый полезный игрок этого матча. Хау пытается догнать еще Блэка, но не догоняет. Банана уходит отсюда. Шестой ревел заработал. 0-0-6. Я не знаю, как этот шейкер живет. Он самый крутой вообще. Это лучший шейкер в истории доты. На секунду. Я не знаю, как этот шейкер живет. Потому что то, что только что произошло, он был везде. Он попал под статик Шторм. Он пытался пойти дубить Суэрку. Или бучился, думал, что жил обратно. А это может быть отбегающий маневр. Типа, слушайте, зачем мы его будем бить? У него же Л4. А потом такие, ага. Понимали пару фиссур в лицо? И надо было бить. Ну, пробовали. Пробовали. Так вот. В чем фишечка-то? Фишечка в том, что Ньюби не особо пока должны париться. То есть они могут не писать ГГ до тех пор, пока у них трон не упадет. И они будут правы абсолютно. Потому что в любой момент фнатик могут развернуться или умереть. Подарить там энное количество денег. Там 3, 4, 5, 6 тысяч. Ну, нынче механика камбэков достаточно хорошо отточена. Мы уже сегодня видели, когда 6 тысяч за одну драку отыгрывались. В игре Virtus.Pro.EG на первой карте. Пока у Ньюби все более-менее норм. Они проиграют всего 3 тысячи суммарно. Я бы сказал, что все супер классно, супер замечательно. А вот что делать фнатиком с каждой минутой для меня становится все менее понятно. Вот они продолжают перемещаться. Видим ставится агрессивный вар. Прилетел красивый-красивый ульт. Прилетел он на Рошана. Рошана, кстати, стоит уже. Да, действительно. Если у Фнатик, кажется, сначала более-менее, то у Ньюби оно просто хорошее. А потом же еще Шейкер начнет играть. Да, потом вот у Шейкера Хэслэм появился. То есть это он играл с одной кнопкой. Сейчас у них будет целых 2, а то и 3, если с Тотемом повезет. Да, пытается диджей здесь сострелять быстренько Рошана. Так, и нет ультимейта поишны сюда, но бегут-бегут Ньюби, упадет Рошан. И будет айкос и диджей, но и будут ли драться. Не-не-не, уже опоздали. Уже слишком поздно. Да, кстати, написал только что-либо о том, что стопроцентный пикабан только у Тускара и у СФ. Это удивительно, что у Queen of Pain нет в этом списке. Это действительно для меня очень удивительно. Я думал, Queen of Pain будут как-то... Поактивнее использовать. Поактивнее, да, и в пиках, и в банах. Да, ну параллельно в нашем втором канале, напомним, Dota Major Rue 2. OG выиграли первую карту первоанцевой из-за нового. Ну, там, в принципе, все идет к повторению супер-зарубы Vega против OG. Ой, ну а тут-то я даже не знаю, что должно произойти, потому что во время первой серии матчей там еще, возможно, был какой-то фактор неожиданности там или еще что-то в этом духе. А сейчас LG будут знать все? Ну, типа того, да, Vega, конечно, очень тяжелый день сегодня. 2-1 с LG, 1-2 против Vici, причем очень обидно проиграна вторая карта и 15-тысячный камбэк Vici на третьей карте. То есть они уже и морально, и физически устали, и дело играть сейчас это не круто. Ну, да, это очень серьезное такое испытание. Но, в принципе-то, команды все находятся в равных условиях, так что тут как раз возможно и выясниться, кто же все-таки сильнейший. Не только в плане того, как кнопки нажимать, а в плане выносливости и физической, и моральной. Напомню, что пока Evil Geniuses и Vici Gaming вышли в плей-офф, в верхнюю сетку плей-офф, еще ни одна команда в нижней сетке не находится, потому что идут как раз-таки два матча сетки Luzero на, вот, вы один смотрите, второй идет на втором стриме. Ну, скоро мы узнаем. Ну, и завтра еще две группы, начало, опять-таки, в 12 по Киеве в час по Москве, так же, как и сегодня. Охай, Остан, Потаймин, Шарик, ну и уходит так вот подальше отсюда. Охай, прям, а БКБ зачем, ну? Я тоже немного не понял маневр. Ну ладно, хорошо. Ну БКБ, так БКБ, ок. Туз говорит, пацаны, я не знаю как, но я развел гирокоптера на БКБ. Это очень удивительно, три человека фактически нападали на Тосика, и его не смогли убить, при том, что был у Топата, и Шейкера, и Шейкера, и гирокоптер, и БКБ у гирокоптера. Разбегает сейчас нам уши, начинает шуму убивать. Ну, знаешь, проблема гирокоптера, они по-прежнему работают по плану, убиваешь Муши, переигрываешь Матик, Муши-то играет с упортом, они продолжают месить. Но тут тоже есть свой нюанс, потому что Муши играет фармящим суппортом, то есть он, типа, все время... О, и-е-е, начинается с миди на диджея, и фиссура, банана, и вот и минус первый раз. А что второй раз будет? Клдаун, кускай, скидут все, что у него было. Клдаун неточный, клдаун сейчас, еще раз банана дает стат, и это минус диджей. Банана! Это уже интересно, это уже действительно интересно. Во-первых, у банана появляются деньги, во-вторых, у него продолжает капать экспириенс. Слушай, это внезапно самый крутой шейкер в истории человеческой жизни. Ну, да, это неплохой шейкер, явно неплохой. Внезапно, после его суперпоказателей... Третьего левла на 18-й минуту. Да, в 21 XPM-а. Он сначала хотел доказать, что я могу сыграть настолько же качественно, как Жотм или Смайл. Ну, не-не-не, это нереально, мне кажется. Он понял, что, ну, действительно, это очень-очень сложно сделать. Я бы сказал, это фактически невозможно. Да, и у Ууу тоже деньги, как бы, прибавляются. Драгонайт-то чё, я постоянно повторяю, что нужно много артефактов. Но вот в данном случае у Драгонайта есть гирокоптер. Поэтому ДК достаточно впитывать или инициировать. В данном случае у него есть даггер, он уже неплохой инициатор. Соответственно, нужна, не знаю, какая-то кераса. Или там барабаны кераса, вот что-то такое, чтобы и ХП, и арморчик немного поднять. И всё, и у Драгонайта всё будет супер-шкарно. Ну, либо БКБ. БКБ тоже, кстати, хороший вариант. Вот всех этих дизрапторов с инвокерами немного оградится. Но ВРК будет доставлять дискомфорт. Ну что, продолжаем наблюдать дальше за игрой. Хао, кстати, с инжиньяшу собирает себе на своем любимом гирокоптере. Да, ну, собственно, вот, смотрю, бегает тут, подфармливает моши. Купил себе Огрклаб. Хорошо. Пишёл, забрал Рунку. Охайл с блинком по-прежнему ничего нового нет. Вот остановилось немножечко всё у Фнатика. Вот 2000 голды по-прежнему есть преимущество. По ХП они даже вели 5000 в какой-то момент. Всё, они уже, в принципе, проиграли. Если сейчас... Если Тулей, Тулей поработает, но Тулей должны убить. Тулей, Сайлис, и... Ну, есть Нека, есть культаппарата, и... Ну, сейчас самого Охайл, возможно, стоит попытаться поймать. Вот он выбирает оптимальный маршрут. Но там блинк постоянно сбивается сейчас. Да, и вот он врыв драгонайта. Вот тут его не должны пропустить. Ну, да, и Охайл расстреливает. Здесь ничего не успел сделать. Хао БКБ. Опять-таки БКБ. Хао нажимает постоянно это БКБ. В любой непонятной ситуации нажимай БКБ. Он может быть, да, действительно, это было лишним. Но в любом случае, Тулей разменяли здесь на... Вышку потеряли? Полеменее, да, Тауэр. И прыгает МО. Но сейчас Гадиджей сыграл. Он чувствовал, что сейчас будут... Спорим, Тележка добьет вышку? Да нет. А, не-не-не. Норм-норм. Эти пацаны, кстати, прочитали Тележку. Ну да, они умеют играть. Они умеют играть, да. Они знают, что Тележка бьет с конкретными таймингами. Что можно между этих таймингов бить Тауэр, а не... Во время того, как Тележка стреляет, пытаться заденайть. Дезолятор у инвокера хорошее решение. Понимает Блэк, что не хватает дэмэдж дилеров. Понимает, что не будет возможности пробивать с руки. И понимание этого меня уже, как минимум, радует. Да, ну, 220 атаки с минус армором. Это серьезная заявка. В общем, я бы даже сказал, очень серьезная. Я бы сказал, очень-очень серьезная. Ну, Драгонайт не такой-то и жирный, на самом деле. Прямо сейчас. У него 2500 голды. Не знаю, что он там будет себе собирать. Тут Охайо. Палрус Панч потратил. И пытается отсюда скрыться. У него, кстати, телепорт пока в кулдауне. Вот он увидел гирокоптера. И, возможно, немного выдохнул. Хотя тут Му в инвизе. И... Увидели. Увидели здесь Охайо. Должен быть прыжок, наверное, от Му. Да, есть прыжок. Есть стан. И есть убийство. Ну, вот Му и Хао начинают выигрывать доту для команды Ньюби. Уже один с десять. Они впереди. И вот такие вот фраги на 27-й минуте уже принесли довольно много денег. Тысячи голды. Ну, вот Нэт, например, пришел. Тоже непонятно зачем. Что банана. Банана просто не щадит. Говорит, ну уль хочу. Эй, вы с той стороны реки видели? Я уже докачался. Все, ребяточки. А, кстати, 2000-100. Вы видели, что я делал с одним скиллом в этой игре? Да, да, да. Теперь у меня их два. Трепещите. И блинк появляется на 28-й минуте. Ну, 27 ровно, считай. Так что, да, это не самый плохой шейкер в мире. Это определенно неплохой шейкер. И тайминг у него соблюдается достаточно неплохой. Но это все потому, что у Ньюби драфт под драку классно заточен. И достаточно простой. В плане, что apparition кинлульт уже победил, если там повал в паре героев. Ну, и герокоптером кулдауном не попасть тоже нужно умудриться. Ну, что, мы видим, что уже почти догнали Ньюби своих соперников. Хао продолжает разгоняться. 1200 голды в запасе. Уму тем временем БКБ уже на подходе. Да, кстати, вот мы видим, на одну игру от Resolution отстает сейчас Му. И займет второе место. Если не будет, там 58-59 игр. По количеству профессиональных матчей на Dragon Knight. Сильный. А первый Resolution или кто там? Нет. Супер, супер. Супер, супер, да. Первый супер, да. Я помню, что первый супер. Супер много играет. Но я знаю, что Resolution тоже довольно много игр сыграл. Поэтому его там очень часто отмечают. Ну да, это один из сигнатурных героев романа. Примерно как apparition сложный. Да, apparition сложный, это один из лучших героев вообще романа Resolution. Он очень старается. Всегда на этом герое. В своей единственной игре. И у него очень хорошо получается. Ну, точнее нет. Точнее нет. У него плохо получается. Ну, что поделать. Так, ну, смотри. Что у нас здесь пока получается? Здесь получается то, что один из игроков команды Fnatic вдруг понял, что попахивает чем-то плохим. Это Black. Он начал собирать себе дэмэдж с руки. Хорошо. Ну, потому что он, наверное, из-за того, что он Орхид ни разу в игре не использовал. Я тоже, честно, не очень помню. Хотя бы раз. У меня, в принципе, с памятью проблемы. Но я думаю, не в этом сейчас дело. Ну, не настолько же у тебя проблемы с памятью. Да, не настолько. Я думаю, не настолько. Ну, честно, это опять найдут. С этими его мансами на Рошане. Ну, Рошан, кстати, стоит. И за Рошана, я думаю, совсем скоро начнется драка. Да, но и Ньюби уже будет посильнее. Все-таки два Блэкинг Бара и Блинг Даггер на Шейкере, который играет 1-0-7 по-прежнему. С Смертей. Идеальная игра на Шейкере. Уже ноль смертей на 29-й минуте. Ноль смертей на 29-й минуте. На Шейкере. На Шейкере. Что это вообще такое? Это фантастика. Это банана. По пикселю Ньюби ищет сейчас соперников в лесу. Не находит никого. Там мы видим, рисует в миде Муши план. Типа гоу в сторону Т3. Понападаем. Да, Муши действительно хочет вынести аганим. И, кстати, это правильное решение. Если тут будет качественный ультимейт от Дизраптора, то Ньюби будет очень сложно подпадать. Да, но если вдруг хоть что-то пойдет не так, Кинетик Филд или Статик Шторм, хоть что-то будет кинуто кривовато, и хотя бы паре людей удастся вырваться из этого плена, то все. Как ловит башена Рошана? Красавчик, вот эти ТП-Ауты. Я обожаю эти ТП-Ауты. Ну отойди ты, Настантин, ну что вы, ну вот, ладно. И, слушай, внезапно передумали делать ТП-Ауты всем. Ну, в итоге передислоцировались просто Фнатики, Блэк просто дизолятором подбивает вышку для того, чтобы обновить минус-арморочек, и Диджей хорошо разваливает через Фокус Файер. Да, отбегают. Отсюда Фнатик тоже не хотят, они лезть в драку, ну и правильно, что не хотят. Потом, говорят, подеремся. Расстреляли и Дизраптор, тем временем Гвардиан Гривз появляется у Дарксира. Ну, у Дарксира уже, в принципе, есть все, что надо, как бы, у Тулэя. Вторую игру подряд она на Дарксире выдает очень хорошую. Му, ну, дэмэдж бы, конечно, не помешал бы какой-то. Не, Му, он пулеприемник в этой игре. То есть, если бы Драгонайк был одним из двух, там, семи керри, да, то можно было бы говорить про дэмэдж сейчас. Ему нужно просто выжить. Принять первый удар для того, чтобы Гирокоптер начал разваливать. Что у Гирокоптера как раз с дамагом проблемы. И сейчас нужно эти проблемы решать. У него есть там Доминатор, немножечко дэмэдж дает Волки, немножечко дэмэдж дает. И нужно, наверное, сейчас покупать демонедж, просто не глядя на эти 46 атаки лишних. Потому что они отнюдь не лишние. Тауэр забрал хаум. Действительно, 2 800 есть. Хорошо. А Рошана пытается очень быстро сбрить Диджей и Блэки. Может быть, для них неприятность. Сейчас новость о том, что идут сюда. Ребята, Банана запрыгивают, ультуют. Блэка нет Диджея, но Блэка сбривает Диджея. Диджей тоже умрет, ему деваться некуда. Он зажат, бубы его вытягивают поближе и просто уничтожают. Причем ВР-ка убита Рошаном, но это мелочь. Да, Рошанчик спокойно забирает здесь ребята из Ниби. Ну как же так? Ну почему 2 мейн, 2 кур-героя стоят? Остальные вообще непонятно где. Муши, Муши фармит на топе. То, о чем говорил, там Ахайя пытался украсть. Да, пытался украсть, но нет. Это забей, это просто все очень-очень плохо. Это не игра. В общем, как и предполагалось, Фнатик набрали героев на ранние драки, а как рано драться, они не в курсе. Потому что что правильно? Потому что у них играют Блэк и Муши, которые не могут рано драться. Физически не могут. То есть этот инвокер с лейтовым билдом. Ну хотите вы идти в лейт, ну возьмите, я не знаю, ну кого угодно. Ну ладно, антимага забанили. И не знаю, еще остается куча вариантов. Там СВНы разные. Ну все, что угодно. Почему вы... Я постоянно поражался некоторым игрокам, некоторым командам, драфтерам, да. Когда была еще мета супер пассивной доты, когда все играли там по 50 плюс минут. Брались какие-то суппорты, ну а-ля вот так, что самое бесполезное, ну какой-нибудь там Чен. Ну типа ну че он там сделает. Ну да, ну вы играете 50... Ну возьмите вы в Рейс Кинга, все. Он на 55-й минуте выйдет и развалит в соло всех. Ну типа да. С четвертой позиции со своей. И не один раз там... Мне всегда нравилось, как альянсы это делали, которые там EGM-у давали условного Рейс Кинга, действительно суппорта Рейс Кинга, и заканчивалось это все огромными проблемами для соперника. Так вот, потому что у некоторых команд есть понимание того вообще, во что они играют, и понимание общего процесса на карте. А некоторые просто забывают. Ну то есть, не знаю, попытка обмануть самих себя, типа да ладно, мы сейчас не подеремся, мы просто соберем дезолятор на инвокере и развалим. Ты не бьешь в драке, вообще ни разу в драке. Драк не было в принципе. То есть все вот эти вышки, все пять творов, которые только что были снесены, ну не только что, да, за эти 35 минут, практически все были без замесов снесены. Типа там пришли, отжали, там пришли, отжали, там засплители, там засплители. А что делать во время лобового столкновения? Вот сейчас нажмет команда Ньюби, два БКБ условных на гирокоптере Драгонайте. Все, левать. Все, что вы сделаете? Ну хорошо, ВР-ка нажмет фокус файр, начнет кого-то там, ну допустим, пробивать. Далее идет шейкер там с фиссурой какой-то, аппарат с ультой, Дарксир со стяжкой. Все, ВР-ка там вообще стоять не будет. То есть она, чтобы стоять кого-то бить, да не-не-не, ее уничтожат. Ну да, Драгонайт покупает себе кирасу потихоньку, с гиперсона он начал, но у него уже почти все готово. Блэк продолжает бегать по чужим лесам. Диджей улетает с лейна. Ну, Му тут видит Блэк, поэтому и убегает от него. Не поймай. Ну, действительно, Му будет собирать себя, я, кстати, уже почти собрал кирасу, ну вот она, МКБ. Ну, ты МКБ, да, здравствуйте. Я гирокоптер, у меня 300 атаки. А у вас на всю команду 300, может быть, соберется от силы. Ну, ладно, 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 тут 170 УВР-ки целых есть. Ну, инвокера почти 300. Окей, но инвокер не гирокоптер, соответственно, бить по всем целям не может. И, по сути, своей не самый бьющий герой. Хотя подалакрить и всякое может быть. 90 атак спида, 40 демеджа. Ну, экзор тогда не вкачанный, то есть. Тогда встает вопрос тоже по поводу векста, кваса вот этого непонятного. Он сейчас попадает Драгонайт на Блэка и убивает его. Ну, да, 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 да. Прикольно играют ребята здесь. Ну, я не вижу здесь, опять-таки, что дальше будет происходить. Вот пользы от этого инвокера нету вообще. Пользы от драфта фнатиков нет никакой. То есть драфт у них не бестолковый. У них бестолковое исполнение. Они на первой игре стадию лейнинга полностью за пароль. Ну, провалили на корню. И сейчас они делают то же самое, только не на стадии лейнинга, а на стадии макро решений в мир-гейме. Мы сами видим, да, вот Муши. Человек, который всю игру формил себе Аганим. Наформил он себе Аганим. И Банана, который не формил ничего. Он просто где-то в лесу стоял. Ну, да, и импакт их в игру, он просто... 1.09, а там куча-пара-куча смертей. Да, есть Аганим. Что дальше? Падают Бараки. В сторону потеряли, все, на ровном месте. Так драки даже за сторону нет. Это самая бестолковая игра на свете. А начиналось все с Шейкера. Тут возвращают гирокоптера, но он нажимает БКБ и не хочет назад возвращаться. Хотя мог бы, на самом деле. Мог бы забать. У него все-таки Аегис есть. Но мог бы сейчас умереть. А погибла бы вообще вся команда Фнатики, чтобы и вторую линию в итоге забрали Ньюби. Так что немного постеснялись. Да, ну вот БКБ покупает себе инвокер. Понятно, что БКБ нужно. Там куча станов, контроля всего этого. Нужно как-то с этим справляться. Но, опять же, кто будет бить с руки? ВР-ка? Ну, окей. ВР-ке появляется Манки Кинг Бар. Неплохо, но мало. Теперь главное, чтобы Ньюби ошиблись. Если получится, у Фнатики... Как ты представляешь ошибку Ньюби? Ну, пару человек где-то подгуляют. То есть подгуляют какой-нибудь Му условный. Мы опять возвращаемся к разговору на первой карте, что все стали в АФК. Не-не-не, не в АФК. Я про... Ну, стандартные эти классические ошибки. То есть, когда просто человек шел, где-то фармил. Ну, слишком большие преимущества, слишком перезапакованные уже и Му, и Хао, ну, Кираса, и БКБшки до сих... Ну, уже попоявлялись у всех. И Шейкер уже из Форстафа. Многое упирается в контроль. Контроль, допустим, у Фнатиков чисто в теории. Он есть. То есть, может, допустим, Дизраптор качественно разочек накрыть, кстати, к штормам пару людей. Эта пара людей не нажмет БКБ. Их убьют. И, ну, всякое возможно. Этот вариант не стоит отбрасывать. Возможно, именно этот вариант в Найтике надеяться. Но, возможно, они не в курсе, что для того, чтобы этот вариант исполнился, вам надо идти драться. Типа, Дизраптор не может дать статик шторм в троих, если вы не деретесь. Вот, вот, вот. Они идут на вражескую территорию без смаку. Позиция хорошая. Скайграунда очень хорошая позиция. Можно даже начать с какого-то климса и так далее. Да, ну и видим, что Хао. Хао так очень-очень осторожно подлетает к этому хайграунду. Кажется, понимают сейчас. Вот пошел Волк на разведку. Замечательный ход от команды Юби. Это Паришина в Блэка. Минус Блэк. Да, Блэк убили. Минус Диджей. Ну, вот. Мы понимаем, что не помогает Нибендран. Ну и что Муши? Что Муши со своим аганимом? Он даже не поставил. Я думаю, что надо кидать все камни в Муши. Мне кажется, что надо в драфтера и капитана. О, это же Муши. Так что, вот теперь можно машнить. Ну, действительно, плохо отыграно. Не только персональная Муша, потому что, ну... Ну, принятие решений с натиками, оно, ну, неверное на корню. То есть, видение игры искажено. Вы не можете этими героями убить Гирокоптера и Драгонайта. Все. Ну, типа в лейте, конечно же, говорит, идет об этом. А уже игра идет к серьезному лейту. Ну вот, есть первый ультимейт в Муну. Ну, не может поражать БКБ. Хорошо, хорошо. Ну, поздно, поздно. ВР-ки по-прежнему нету. У нас на этом, конечно, Хау не расстрелял. Сейчас пошел в холдаун. Хау добьет ли Бараки? Хау Сигильчик хочет добить. И сейчас, да, сейчас разберется с тени. Хау, кстати, погиб где-то по дороге от ульта и что-то Парижно. Да, добирает спокойно Бараки, несмотря на то, что висит на нем инфибл. Ну, у него и так 200 демоджа. Ему и так, на самом деле, не обламывается. У него еще БКБ есть. То есть, он может сейчас просто нажать БКБ. Тут, во-первых, Гли. Ну, пошел ультат Бэйна. Окей. Ну, вот, Тулей просто Хау не особо обращает внимание. А вот теперь пошел драться с Нэтом. Тут же Охайо дает Балрус Панч. Ну, ладно, Хау убили. Ну, не добили, кстати. Слушай, Барак-то 100 хп оставили. Бараки не добили. Ну, что же вы делаете? Ошибка, ошибка. Вот Ньюби. А вот это она. Вот это та самая ошибка. Шекер! Блэк, он говорит, здорово! Пульт аппарата на развороте. Банана! 2-1-10. Шекер под Банану убьет. 2-2-10. Чизбак тоже умрет. Нет, хотя есть гол. Нет, тут все поумирают у Ньюби. Это будет полное вытирание пяти мужчин. Это, возможно, та самая ошибка. Ну, пока еще... Пока еще рано говорить про ту самую ошибку. Но это одна. Отдают очень много денег. Это 4,5 тысячи. Очень много денег для ВР-ки. Почти 2 косаря. Там, да, 1600. Что самое важное. И не забрали сторону. То есть с основной задачей не справились. На топе все было сделано безукоризненно. Сейчас явные проблемы с тем, что в мид не смогли донести. Вот, мигает. Мигает сейчас гирокоптер, говорит, какого черта. Что за фигня? Чувак, ты один бил. Вот в чем твоя проблема. Ну да, все-таки бегали вокруг, смотрели. Да, если бы ты нажал БКБ со старта, просто бы начал разваливать, то все. Ну, как бы стороны не было. Даже если бы все умерли, это было бы не напрасно. Сейчас это напрасно полностью. И диджей идет убивать Рошана. Но если сейчас ВР-ка еще Рошана сможет убить на халяву, никто не ожидает соло ВР-ку на Рошане. Вот в чем дело. Потому что остальных, в принципе, видно. Это Бэйн с Дизраптором, который базу дефают. Ну, слушай, это очень крутой сырый эггис сейчас для диджея. Это прям очень крутой сырый эггис. И не ожидает этого сейчас в Ньюбе. Это как-то серьезный такой удар сейчас по Ньюбе. Да, потеряли они буквально там 4 тысячи голды. Но потеряли они 10 тысяч экспирианса за последний вот этот заход на хайган. Экспой они типа все потеряли. Если посмотреть на график, можно действительно убедиться в том, что это вся экспа, которая была в излишке у Ньюбе. Они теперь совсем неопытные. Совсем неопытные. Вернее, настолько же опытные, насколько Фнатики. То есть совсем неопытные. А Фнатик еще и денег немножко отыграли. Конечно, глобально это не слишком сильно отображается. Но все равно опасно. То есть это действительно может быть таким себе началом конца, если Ньюбе еще хотя бы одну ошибку подобного рода допустит. Ну что же, у нас 21-16 счет пользует Ньюбе. Ну и вот ты смотри, на хайграунде стоишь. Тут не знают толком, что делать. Просто ультами отбрасывается у нас Сапаришн. Больше ничего не происходит. Почему они? Не знаю. То есть нажмите, смог, побегите. Враг к вам точно не придет на базу. Это прям 100%. Тем более, что вы видите всех игроков Фнатика. Просто идите, убивайте. Ладно, убивайте. Может быть, хотят подождать 5 минут. То есть это тоже может быть вариант. Да, они, во-первых, не хотят драться против Эгиды, естественно. И хотят, чтобы Драгонайт дособирал себе эту Тараску. То есть у ДК конкретно задачу вытанковать. По сути, я оказался прав с распределением ролей. Ну, то, что Ньюби примерно так же воспринимает эту игру. И у Герокоптера, естественно, нужен урон. У Герокоптера пока по-прежнему проблема. То есть Герыч вместо этого Скади мог купить себе Бетерфляй. Но и пофиг, что у ВРК МКБ. Ну, на самом деле абсолютно пофиг. Либо дособрать себе Сатаник. Да, либо дособрать себе... Ну, а Сатаник не дает дэмэджу. Бетерфляй с упором именно на урон. То, что ты не просто повышаешь свою там живучесть. Ой, слушай, ты сейчас смок-насмок-насмок-насмок. Да, 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 да. Вот тут сейчас найдут Хао. Хао первого. Не, Хао еще в инвизии прыгает. А Хао очень быстро сбрить. Ужасный шекер! Банана! Что творит банана? Просто шикарный эхо-слэм. Врыв двоих. Ну и Блэк пытается отсюда уйти. Да, он, конечно, может убежать. Но Му говорит, нет, здоров, братиш. ГГВ ПЛ-9. Но Тулеюс тоже стоит отдать должное. Не растерялись Ньюби. Это не тот случай, когда команда, которая идет драться в смоке, не готова к драке. А такие ситуации у нас бывали. Тут парни все сделали очень четко, очень грамотно. Отличная стяжка, отличный эхо-слэм. Гирокоптер успел нажать БКБ. Ставится бэкдорить бараки. Гирич в курсе, какой барак надо бэкдорить. Му, походу, не читал описание в Датана. Не тот барак, братан, не тот. Не, ну тот просто слабее, его реально легче под бэкдором пробить. Ну что, и падает третья сторона. Нету блэков, живых только диджейн пытается сплитить, забрать здесь сторону. Ну, понятное дело, у него не хватит дэмэджа. Даже близко мега-грипов делают тем временем Ньюби. Ну и осталось забрать только Т4 товара и трон. Отправляется кто-то тут с диджеем подраться, дает ему стан муши. Ну, точнее, не мол, на самом деле. Ну, там, да, там диджей с этим Аэгисом что-то на линии мутит. Ну, понятно, что Фнатик, вот чем мне не нравится команда Фнатик, тем, что они занимаются этими вещами до конца. Подожди, есть вещи, которые тебе нравятся, команда Фнатик? Нет, наверное, но все же. Суть не в этом. Суть в том, что, ну, слишком они какие-то неадекватные в понятии обычных, да, простых смертных. То есть, понятно, что у них есть какое-то там свое видение, типа, да ладно, Гирич с Драгонайтом в 6 слотов не настолько сильны, как наш Дизраптор, например, в 6 слотов или Инвокер. Ну, то есть, может быть, у них свое видение этих гирохоптеров... Ну, муж и 17-й левел, он такой, ребята, у меня 17-й левел, так что... Между прочим, да, 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 это вам не шутки, это целый 17-й левел у гирохоптеров там... Ну, объективно, да, кстати, впечатление, что Фнатик играет какими-то стратегиями, которые понимают только они, да. Ну, только они, вот, вот, именно. И работают только у них они... И не работают при этом. Да, там пошел врыв, так, пошли БКБ, это был Блэк, это был Блэк, леди и джентльмены, пошла драка, проблемы огромные у Нэта, Мур разваливает Нэта, Диджей пытается драться. Диджей, кстати, дерет неплохо, ульт-муши очень качественный, но очень много дэмэджа уму, он тоже погибает, но и диджей... Да, остается один диджей. Кислостный диджей. И за ним летит драгонай и говорит, эй, диджей, поставь мою пластинку. Давай-давай, веселей. Там крипы базы ломают. Гэ-гэ. Ну, наконец-то сдались. Фнатик. Ну и Фнатик становится первой командой, которая отправляется в нижнюю сетку. Твою, кстати, крону спел упасть еще до того, как, ну, то есть, разрушен. Ну, ты понимаешь теперь, о чем мы говорили вот минуту назад, что не делают Фнатики, Фнатик не пишут ГГ до конца, причем, даже если ясно, что конец, вот он сейчас. Иногда это имеет смысл, альянс, отборы на этот мажор, мы все помним это. Иногда это когда, чисто гипотетически, вот мы когда с Русталом, да, рассказывали про эту теорию идеального замеса. Если у вас он есть, вы...